Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Куцаева Дарья, и я преподаватель проекта «Художник онлайн». Я предлагаю вам отправиться на акварельную прогулку по Санкт-Петербургу. Мы с вами разберем, как выбирать сюжет и композицию для акварельных этюдов. Поговорим о линейной и световоздушной перспективах. Мы с вами будем писать как архитектуру, так и какие-то более точечные сюжеты. Друзья, в этом курсе референсы мы с вами будем выполнять самостоятельно. Этот курс подойдет для продолжающих, для тех, кому интересна акварельная живопись, и для тех, кто хочет больше знать о пленерной живописи, о выборе композиции и сюжета для вашего этюда. Итак, что же ждет нас на этом курсе? Один из наших референсов находится на Васильевском острове, и мы с вами напишем улицу в перспективе и сделаем главным акцентом церковь Святой Великомученицы Екатерины. Один из наших референсов находится на Петроградской стороне. И здесь мы с вами уже не будем писать архитектуру, а возьмем фрагмент Невы и часть лодочки. Мы с вами отработаем фактуру воды и отражение в ней. Одним из наших сюжетов будет Зимняя канавка, которая находится между Эрмитажем, Зимним дворцом, и Эрмитажным театром. Мы с вами поработаем над линейной перспективой, постараемся передать световоздушное пространство и также поработаем над фактурой воды. В эту работу мы с вами также включим экскурсионные лодочки, либо маленькую яхту. Одним из наших сюжетов будет арка главного штаба. И здесь мы с вами поработаем над закрытой композицией, отработаем фрагмент здания. Мы с вами поработаем над архитектурой и пятнами света на фасадах арок. Одна из локаций наших пленеров – это Казанский собор. Мы его напишем через передний план кустарников. Также в этом этюде мы с вами поработаем над фактуру струящейся воды, проработаем фонтан на переднем плане. Одним из сюжетов наших референсов будет отель Астория. Здесь мы с вами поработаем над яркими цветовыми акцентами. Также возьмем более фрагментарную архитектуру и напишем только два здания через передний план. Также здесь мы с вами поработаем со светом и тенью и при помощи теней постараемся вылепить фасады зданий. Одним из наших сюжетов будет великая постройка известного архитектора Монферана – Исаакиевский собор. Здесь мы с вами возьмем фрагмент здания и более внимательно его проработаем. А дальний план мы спишем в технике по-мокрому. Друзья, Ленеры – это не только самые главные здания Санкт-Петербурга. Это также небольшие сюжеты. Мы с вами возьмем референс небольшого кафе, столики которого находятся на улице. Здесь мы с вами поиграем на контрастах светотени на фасадах здания и также сделаем контраст архитектуры и природы. Мы с вами ведем деревья. Но основной акцент мы с вами сделаем на зонтике и на столе на переднем плане. Друзья, ну и, конечно же, одной из самых важных наших локаций является крыша Санкт-Петербурга. Скажем так, визитная карточка этого прекрасного города. Здесь мы с вами графично отрисуем силуэт Санкт-Петербурга, его крыш и сделаем акцент на деталях. Также мы с вами поговорим о свето-воздушной перспективе. Друзья, безумно интересный и разнообразный курс получился. Мы с вами погуляли по Санкт-Петербургу и разобрали интересные локации. Мы с вами разобрали важный момент композиции в формате и поговорили о пленэрах. Мы с вами напишем работы в технике по мокрому, а где-то детали будем прорабатывать по сухому. Поговорим о свето-воздушной и линейной перспективах. Разберем прекрасную архитектуру Санкт-Петербурга и нарисуем главные достопримечательности этого прекрасного города. Друзья, а я жду вас на курсе.